Такая красота. Здесь елочки. Иду я с утра в гости к своей крестной маме. Позвонил ей позавчера. Решил как снег нагло свалиться. Давно не виделись. Вот она меня всегда рада видеть. Как красиво тут. Как мне нравится вот эта вот. Классно. И сейчас иду к ней. Она живет от нас тоже рядышком. Зашла купила конфеты какие-то интересные. Новенькие. Что-то я их не видела в прошлый раз. Покупала когда все не было в магазине. Потом за понравится. Куплю тоже вам сделаю обзор. Иду бегу тороплюсь опаздываю. Решила чуть-чуть полчаса еще поспать. Еще добавок сон такой интересный снился. Как будто сыном мы с Димой приехали. А где-то с поезда сошли. А там мастика. Вот видимо мастику я хочу не могу. Хочется мастика. А там какие-то из нее сделаны такие большие. Как лабиринт что ли. И подходишь так. Отщипываешь, дотрагиваешься и ешь. Так прикольно. Что-то ему так понравилось. Он бегает. Они разноцветные. Такие сделаны пластами. Что-то друг на дружку. В виде коробок. Вот. А я стою при себе. Тоже кушаю. И думаю, блин, мы же по ним ходим. Они у нас грязные. И мы едим. Я думаю, как же так. И с этой мыслью просыпаюсь. От будильника. Вот. И думаю, что пласты такие были. Вкусные. А потом думаю, что может быть еще мастика. Я еще в Ашане покупала несколько цветов. И просто так ела. Так как у нас на свадьбе был торт из мастики. Сверху такой. Я подумала, господи, что это такое вкусное. Никогда раньше не пробовала. И все. Сейчас, кстати, хочу в кондитерском магазине. Купить побольше. Потому что, по-моему, выходит так дешевле. Хотя я делала на Азоне заказ. Он скоро должен прийти. А, ну уже завтра он должен прийти. А муж его на завтра, послезавтра заберет. И там я все-таки заказала мастику. Кусочек себе. Вот. Сейчас я думаю, зачем я заказала. Надо было лучше в кондитерском магазине. Там сразу полкило. Где-то там в районе 300 рублей, что ли. Я сейчас не помню. Было бы гораздо лучше. Вот я иду. Здесь мое детство тоже проходило. На солнечное тепло. Я иду, мне прям жарко. Сейчас, короче, видимо, я спотею. И придут к ней уже вся мокрая. Покотная. Еще сейчас надо будет мне идти в обход. Потому что у нас там метро. А что-то метро бренд сделали. Так. Спускаешься. Метров сто пятьдесят проходишь. Ну, такой тип, как буковка П. Такая арка. Ну, поняли, естественно. Печатную П писать. Ну, точно так же. То есть переходишь, как бы идешь на другую сторону улицы. Только под землей. Потом там проходишь метров пять. И идешь, чтобы выйти на нужную улицу. То есть опять нужно вернуться на ту сторону. Так по-дебильному вообще. Ну, пойдем, приду себе идти в обход. Потому что я по лестнице не хочу идти. Здесь тоже пятерочка. Можно будет сюда зайти. Тут подхожу к скверу. Опа. Ступеньки. Конечно, после такого сена мне вообще не хотелось просыпаться. Хотелось спать еще. Но я понимала, блин, раз я договорилась с человеком, я должна идти. Потому что сейчас если я позвоню, скажу, ой, я причется спать хочу. Я потом не усуну. Все. Не вставая, понимая головы, сразу просто засыпать и все. Там водичка, киоск. Вчера хорошо погуляли. Забыла вам вчера обзор прислать. Сделать вернее. Потому что была очень уставшая. Мне надо было срочно записать обзор на кофемолку. Потому что она шумная. И в основном я это делаю. Ну, все обзоры, которые под веб-камерой, я всегда записываю ночью. То есть поздно вечером, после того, как Дима заснет. Потому что соседи у нас шумные. Кто музыку врубит. А все знают, если... У меня веб-камера сразу ее запишет, конечно. Это очень хорошо, кстати, ее запишет. Все слова будут слышны. А если ютуб ее учует, то мне страйк придет потом. Мне это не надо. Поэтому приходится по ночам. Я бы хотела вчера днем записать. Но соседи начали встречать. Иговаривать громко. Что, кстати, очень неприятно. Так, сейчас мы будем в эту улицу. Переходить в вторую сторону. 44 секунды. Можно не торопиться. Давай. Дом вот этот. Мне все время казалось, что... Не знаю. Мама еще говорила, что тут квартиры двухэтажные. Но в этом доме вообще квартиры почти не продаются. Все преградил. Сейчас полиции стали такие. И подходим к областной библиотеке. А там у нас фонтан. Его не видно пока. Людей нет. Сейчас зашла в пятерочку. Там мужчина костях сидит. Пашки сигарет, короче, перебирает. Я ему говорю, вы работаете? Ну, смотрю, перебирает. Он говорит, нет, вообще-то я не работаю. Я говорю, я тут занят. Ну, раз уж вы пришли. Таким еще голосом. Раз уж вы пришли. Давайте. А я тороплюсь, блин. Мне надо быстрее. Я не буду ждать, пока он там свои пачки переберет. Вот она, кстати, обносная библиотека. А ее, кстати, со фотографией найду, как она выглядела в 90-х годах. Я пришлю. Она очень красивая выглядит. Ну, и сейчас, в принципе. Муж ходил туда. Раньше, кстати, там был абонемент. Стоил 500 рублей. По-моему, 500. Я еще помню по молодости. Она хотела туда записаться. Но мама говорила, я не дам тебе 500. А сейчас стали бесплатно. Муж ходил. Там можно заказать книгу, которая тебе нужна. Ее там чуть ли не из других библиотек или Москвы даже ее привозят. Но единственное, нельзя ее забирать домой. Очень красиво. Летом мы обязательно сюда придем. Посмотрим ее снова. Как она красива. Летом, конечно, красивее гора. Ко мне выставки всякие бывают. Какие-то даже, по-моему, занятия там чего-то, что ли. Дома старые. Тут тоже пятерочка. Я могла тут зайти, в принципе. Каша. Каша. Блин. Ну вот, поэтому я не люблю начало весны. Потому что кругом каши. Такие вот. Ай. Каши кругом. И грязь потом начинается. С которой перепрыгиваешь. И мусор, кстати. Вот когда с ней сходит, полно мусора. Не знаю. Надеюсь, я не опаздываю. Я иду к часам к 11 с чем-то. Но она сказала, что будет ждать с 11 до 12. Сейчас надо посмотреть. Звонила. Звонила. Звонила мне. Крестная моя. Она, кажется, у нее только конфеты. Она хочет еще и печенье, чтобы были. И я несу конфеты. А я еще думаю купить печенье. Ну, думаю, что-то как странно. Я приду с печеньем. Вот. Она сейчас уже одета была. Сейчас выйдет быстрый магазин. И где-то мы с ней встретимся. Не знаю где. Сказала, ну иди потихоньку. Сейчас я разогнался хорошо. Мне теперь нужно как-то остановиться. Потому что если я шла быстро, а потом продолжаю идти быстро, мне очень сложно остановиться. А вот тут, кстати, есть еще областная юношеская библиотека. Здесь я, помню, взяла книги. Офигенные просто книги. И я хотела их просто оставить себе. Я люблю так делать. Думала, когда выйду замуж, ну, они не смогут меня найти по фамилии. Там адрес сменился такой. Ну, потом что-то они мне надоели спустя. Будут три, наверное. Стали мне интересные. Я их отдам. Ну, правда, конечно, пение с меня не взяли. Я, помню, с детства прихожу. Мне говорят, с вас пение. Я говорю, да я петь не умею как-то. Не пробую, говорю, ни разу еще. Да нет же, говорит, пение с вас. Я говорю, ну, не знаю. Она что-то, 30 копеек. Я охончила. Что там, цепленок? Ой, тут начинается рынок у нас. Сейчас снимаем тут. И танцуй, мальчик. Пекарно. Мне кажется, это похоже на паучье. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Обычно стоят тут, прямо с двух сторон. На второй стороне. Потом еще магнит, оказывается, большой. Здесь, кстати, поликлиника где-то большая, обычная поликлиника в каждом районе. Вот сейчас мы подходим, там много-много-много, короче, куча магазинов открывалась. Мелисса аптек, кстати, аптека Мелисса довольно дешёвая, ну она всегда была, сейчас не знаю, сейчас очень-очень мало, она обычно вот открывается в поликлиниках, куда зимой идти совсем не хочется. Вот, не каждому хочется подцеплять вирус. Здесь вот тоже хорошие очень дома, эти дома, кстати, очень-очень дорогие квартиры. Они здесь стоят не просто там, допустим, 3 миллиона можно найти, там это, где мы живём, да, трёхкомнатную или двушку, Здесь они уже стоят 5, 6, 7 миллионов. Та же самая двушка или трёшка. Потому что они ближе к набережной, ближе к Волге. О, не торопиться. Поставим. Здесь очень-очень дорого. Тоже самый центр считается. И там всё-все первые этажи живут. Розы, текстиль. Продукты, кстати, вот этот магазин. Вот этот магазин продуктов у нас тоже есть. Хороший, кстати, сразу. Один обыкновенный продуктовый магазин, там и мясо, и колбасы, и хлеб, и пирожки. Всё разнообразно. Всё, кстати, и колбасы. Очень такие интересные, как в детстве, наверное, в моём были. Эти охотничьи колбаски, краковская колбаска. Вот. Была удивлена, я их уже не видела очень. Ну, особенно охотничьи, очень давно. Там тоже. Ай-яй-яй. Там ещё выбирайте. Горилка, пекарня, ещё пекарня, пивнушка, отсека, хлебница. Хлебница, кстати, так много места занимает. Она вообще там малюсенькая-прималюсенькая. Вот эти вот дома тоже очень дорогие. И туда ближе, чем, вернее, ближе к Волге, тем дороги. Вот цепь. Пекарня, наверное, не занимает большей части места. Ох, вкусно пахнет. Ой, как классно. Скоро с вами тоже начнём печь. Наверное, эти печи всякие занимают. Не стремлю. Да, вот я предлагаю смартфон. Здесь, кстати, тоже интересные магазины. А, здесь у Пауча открылся. А раньше там были мы детьми. Там был просто, наверное, торговый центр. Ну да, торговый центр. Такие там магазины куча были. Мы бегали, действительно, это рассматривали. Сотовых. И там стоит у нас... А что, не стоит? Ой, не стоит, походу. Не стоит. Там, короче, стоял автомобиль. С этой стороны, смотрите. Вот, в 70-х даже годов. Очень-очень красивый. У него, в магазине... Или вот тут, может, стоит? Так, во мне особо видно. Вон, какой интерьер там. Тут? Ой, ой. Нет. Там не стоит. С этой стороны, смотрите. Тоже, короче, все-все, подкрывались в магазинах полно. Все первые этажи заняты. Но с той стороны, народу меньше ходит. Поэтому... Это я сейчас, знаете, иду и думаю. Мне же еще узнать надо. Иногда ее не узнаю. Как я ее узнаю? Сейчас она выйдет, а я мимо пройду. Здесь у нас пятерочка. Да, можно было сюда зайти. Нет, здесь я помню, что пятерочка, магнит есть. Здесь у нас пятерочка. Здесь у нас пятерочка. А, это пятерочка была. И отдельно... Чуть-чуть подальше сделали магнит. А раньше было не так. Было прям две двери. Отдельный магнит. И отдельно пятерочка. Ну, две двери только вот так же. Магнит. Тут всегда похожи у нас. Вот. И было так гораздо удобнее. То есть заходишь в магнит. Ну, допустим, там что-то дорого. Что-то берешь. И выходишь. И сразу заходишь в церковь. То есть так было гораздо поудобнее. А вот, классная сеть страны. Утром на таком рано можно купаться. И утром. А так все время дома. Мать. Лучно сезон там находится. Поэтому все время вот. Баллун! Баллун! Вот. Здесь, как я говорила, прошло мое детство. Тут садик. Правда, не мой садик был. Мой подальше нужен. Здесь из детства мои номера пришло. То есть там когда-то застойные времена. Эту квартиру. Родители мамы, бабушка, бабушка, бабуля у меня еще здесь тоже в этом районе живет. Они как бы им дали, ее выдали. Но они еще платили деньги. То есть не бесплатно ее получили. Ну вот она у них осталась. Хотя нет. У них была трешка. Потом они ее поменяли. Нужно было делать квартиру с детям. И ее меняли. Там вот находится школа 16-ая. За ней садик мой находится. Там было два моих садика. Один уже там что-то... Какая-то организация появилась уже давным-давно. А другой остался. Мы туда как-нибудь тоже с вами пойдем. В этом районе мы с вами не были. Короче, я пришла. Шла, пока я упала, представляете? На коленку и руку. Ну хотя бы хорошо. Хоть так. Хоть не назад головой. Позвонила я, наконец, еще в магазине. Минут, наверное, 2-3 уже стою. Смотрите, как машин очень много. Машины стали вставать на детскую площадку. Я представляю, что тут летом творится. Вот здесь вот была довольна. Сейчас покажу. Не упасть бы мне только. Довольно большая площадка была вот здесь. Мы с детьми всегда здесь играли. А мама моя была ребенком. Тоже всегда здесь играла. А теперь вообще даже детям не в футбол не поиграть. Но детей нету, кстати. Все дети дома сидят. С этой стороны вот тоже большие полянки. Все время я помню себя в детстве мы тут играли. На этих полянках. Вот здесь березки. Здесь какие-то турники были. Мы по ним ходили. Когда уже немножко снег сходил. Уже ближе к весне. В марте, наверное, где-то было. Хотя и марта, кстати, раньше было. Я помню один раз. В марте было. Я вышла. Уже снег сошел. Солнышко было. Чистенько уже было. Я вышла в джинсах и тоненькой кофте. Я помню. Было уже прям вообще тепло. Единственный март. 8 марта было как раз. Вот там у нас метро. О котором я говорила. О котором я, кстати, потом пойду. Потому что у нас Женька сегодня мероприятие. Здесь тоже такой кусочек. Заваленный снегом. Детьми мы были. Ветер. Детьми мы когда были, мы постоянно в нем лазили. Там какой-то лед был. Мы там прыгали. Короче, когда мы были с детьми, тут было вообще все просто избегано. Все испрыгано. Не было вот таких вот льдин каких-то. Сугромов особенно. Тут тоже. Ну и машин, конечно, тоже было очень мало. Тут тоже идут какие-то дома большие красивые. Там еще одна пятерочка. Может она на рту пошла? Блин, нет и нет ее. Уже вам все поснимала. Сейчас, представляете, стою. Там вот на кончике, там вот заборчик вот этого вот. Выворачивает женщина идет. Вот отсюда вот. Я думаю, ну все, наверное, это она идет. Она сказала, что вроде идет уже из пятерочки. Иначе это она. Вот. Она ближе, ближе, ближе подходит. Смотрю печеньки. Ну мешочек с печеньками все. Ну что, думаю, точно, сто процентов. Она. Ближе подходит, а там девушка молодая. Я думаю, ну как так могло получиться, что я ее жду с печеньками. И девушка идет с печеньками. Ну это вообще большая редкость. Да, здесь очень скользко. Мам, мы на небо не заедем. Я помню, мы сами выходили, гуляли, носились тут. Одни, я помню, одни выходили. Сейчас ребенка одного не остави, не отправишь гулять. С ребенком выйдешь. Я одна, помню, гуляла уже с годика, наверное, почти. Мама меня посадит. На первом этаже жили. Посадит в песочницу. Вот. И готовит. И так поглядывает, поглядывает. Ребенок никому был не нужен. Вот. Ну все. Садики я была, помню. Тоже одна. Мама на работе. Там летом каникулы летние дома вышла. На улицу погуляла. Мама пришла вечером забрала. Носились. Где только не носились. По гаражам бегали с мальчишками. Прыгали с гаражей. А, может это бы идет. Или нет. А нет, наверное. Тоже такое. Ощущение у меня, знаете, как будто я не туда подошла. Честно. Вроде все правильно туда. Еще квартиру добавок не набралась. Вроде эта квартира есть в этом подъезде. Но она вообще вот не набралась. Вот. Где мы только не были. С гаражей даже прыгали я помню вообще. К маме когда рассказала спустя когда уже выросла, маму, ой, кошмар. Как это ты так? Зачем? Ты же могла проломать все себе. А я не знаю. Это жалко тогда не было камеры. Жаль. На велосипедах на даче ехала. Куда мы только не уезжали. За трассу уезжали. На кладбище находили все эти. На кладбище заезжали. По лесам ездили. Где только не были. Ну вот мы с Женькой встретились. Приехали смотреть первую церковь. Улица Днепритпетровская что ли? Какая-то Петровская. Какая-то забыла я. Здесь уже места не мои. Просто места-места. Сейчас Женька нафоткает. Я фотографии вам в конце ролика предоставлю. Там какое-то здание на школу похожее. Здесь просто дом какой-то. Я думала кирпичный. Но нет. Не кирпичный. Красивая церковь. Но она просто как дом какой-то такой. Мокрая. Мокрая. Все. Асфальт уже появился. Но здесь холодно. Очень ветрено. Летом, конечно, я думаю, тут красивее гораздо. Такой там полукруглый. Ну, в принципе, ее украшают то, что полукруглое тут. Большая пристроечка, наверное, с той стороны тоже. Там вот дома какие-то идут. Хорош? У меня право. Много право. Много право. Поехали вперед. Нет букса. Давай, давай, давай. Так, ну вот мы пришли к храму. Это у нас метро Безымянка. Симпатичная. Как называется, Жень? Забыл? Ну вот. Эх ты. Что там святого, святителя? Холодно в зима. Все уже легкие куртки одели. Здесь я увидела, смотрите, какие под окном штучки. Таких, кстати, домов я ни разу не видел, первый раз вижу. Вот. И на первом этаже. А, на всех этажах так. Я думаю, только на первом. Вот под домами идешь. Опасно. Все падает. Что там? Продукты, магазины вон закрытые. Закрываются, закрываются. То есть это у нас самая окраина города. И вот такая церковь обыкновенная. Такую можно нарисовать, кстати. Довольно легко. Здесь колокола. Наверное, был какой-нибудь магазин. А поставили. Потом церковь построили. Садик там. Очень идти неудобно. Где-то гололед. Где-то лед. Сейчас мы ее софотографируем. И от метро Беземьянки. Пойдем в торговый центр Вива Ленд. Пройдемся там по магазинам. И поедем забирать Диму. Что? Давай тут пойдем? У нас площадь Кирова. На ней дворец Культура. Дошли мы до сюда. Сейчас мы пойдем сначала в магазин Келикан. Так как я ищу свою любимую коробку конфет. Ни в каком магазине нет она в Самаре. И вроде бы я узнала, что она бывает, появляется в магазине Келикан. И сейчас мы пойдем туда посмотрим. Вот раньше я когда-то покупала в главпродукте. Вчера мы там были, а ее нет. Они даже не знают. Кому это памятник Жень? Кирова. Пойдем туда. Такое серое здание. Мрачное. Здесь прям течет жизнь. Полно мелких магазинчиков. Мелкого там всего-всего. Шубы здесь, кстати, всегда продаются. Со всеми растениями. Едут на Кирова продают. Когда тебе так на дачу нужно какое-нибудь деревце. И оказывается, что тебе нужно под этим деревом через весь город ехать на Кирове. Ну, скажем так, от нас Кирова очень далеко. Это порядка десяти километров. Нужно им побольше. О, вон он к великам не ездил. Вон он, видите, серая гоня. Наверное, самая. Даже окна заделали. Вот какие сосульки там. Офигеть. Жень, вот какие там сосульки. Офигеть. Вот тут на поликан. Под ними. Вот он поликан. Надеюсь, что я найдет 42-й конфет. Пробовала ее лет 8 назад. Купила я ее в Сочи. Больше там не видели. Проложила я весь интернет. По всем сайтам. В других городах, понятное дело, она есть. Что, давай пойдем драть? И светофора нет. Я думала, что здесь уход. Я думала, что здесь уход. Я думала, что здесь уход. А, ну они же это, да-да-да. Такая текучка. Витком. Заходит, как на обзоре. Поднялись мы на верхний этаж. Красивые. Здесь раньше акулы плавали. Сейчас уже нет. Смотрю, какая рыбка. Не попали на головах. Там что-то народу очень много выпускают. В толпе стоят человек 30 наверх. По выходным наверху по несколько человек пускают, что и туда. А, идем, да? Народ здесь очень-очень много. Везде все подком. Здесь у нас боли. Здесь у нас боли. Здесь у нас болезнь. Здесь у нас болезнь. Я думала, что-то такое, что-то он пассивный. И это диапазонный. Вhrе thousand, буквально. Вреба ходила еще. Вот. Вреба! Смотрите, тут можно с Иганом ходить и ехать Ребенок сюда посадите, он пока здесь будет играть Ну как, если он Иганом смотрит, кстати Иганом 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok